В эфире телеканал Видное ТВ, новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. Глава муниципалитета Валерий Венцель выступил перед жителями района с традиционным отчетом. Объем инвестиций в нашу экономику составил 46 миллиардов рублей. В школе номер один города Видное провели конференцию по профориентации. Кем мечтает стать нынешняя молодежь? Мое поколение считает, что бизнес это будущее, поскольку у нас очень много возможностей. В детской школе искусств города Видное состоялся конкурс среди юных пианистов музыкальный калейдоскоп. Я готовилась достаточно много, то есть в медленном темпе каждый день. В Дворце спорта Видное глава Ленинского района Валерий Венцель подвел итоги социально-экономического развития Ленинского района, а также озвучил задачи новой пятилетки. Традиционный отчет главы муниципалитета в Большом зале Дворца спорта слушали более полутора тысяч граждан района, а наш телеканал транслировал его в прямом эфире. В нашем сюжете кратко расскажем об этом мероприятии. Так исторически сложилось, что отчет главы муниципалитета больше, чем протокольное мероприятие. Это еще и своеобразная площадка для общения. Многочисленные общественные и муниципальные организации представили тематические стенды, где можно было познакомиться с направлениями их деятельности. Перед началом отчета глава муниципалитета Валерий Венцель обошел импровизированную выставку достижений Ленинского района. Его сопровождали министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева, член Совета Федерации Алексей Русских, депутаты Мособлдумы Владимир Жук и Юрий Липатов. Венцельская вода. Венцельский бювет. Венцельский бювет. Вот так и знали. Очередь стоит на лошадке. Серьезно. Ортензианская скважина в центре города. Далеко не маленький зал Дворца спорта Видное едва вместил всех желающих. Начал свое выступление глава муниципалитета с постановки задач на ближайшую перспективу. Ленинский район традиционно исторически был лидером Подмосковья. И нам необходимо вернуть эти лидерские позиции. Это означает, что жители предъявляют более высокие требования к местной исполнительной власти и депутатскому корпусу. Именно такую амбициозную цель стать муниципалитетом-лидером ставим перед собой. Подводя итоги экономической деятельности, Валерий Венцель отметил, что общий экономический оборот района в 2018 году составил почти 447 миллиардов рублей. Объем инвестиций в нашу экономику составил 46 миллиардов рублей. По данному показателю мы находимся в десятке лидеров. За прошедший год создано более 2000 рабочих мест. В целом в районе работает около 8000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Глава муниципалитета рассказал, что в Ленинском районе предоставляются различные субсидии на модернизацию производства и социальное предпринимательство. За этот год, прошедший, 2018, действительно много было сделано и со стороны администрации, и со стороны торгово-промышленной палаты, чтобы наладить отношения с предпринимателями, вывести их из стены, дать им возможность прямого общения, для того, чтобы улучшить дела в районе. Валерий Венцель затронул вопрос развития социальной инфраструктуры. В прошлом году в районе открыто 4 детских сада. Напомню, что новые объекты инфраструктуры на 100% реализуются за счет внебюджетных средств. И это пример эффективного взаимодействия бизнеса и муниципальной власти. Предлагаю впредь застройщикам территории придерживаться правила. Социальные обязательства не должны отставать от ввода в эксплуатацию жилья. В сентябре откроют двери школы в Боброво. В настоящее время идет строительство детских садов в пяти поселениях. Также строятся школы в Месайлово и Дрожжино. Контингент постоянно увеличивается. Вот в настоящее время уже 19 875 обучающихся в наших образовательных организациях. Реализовать многие программы, которые сейчас востребованы, без такой серьезной поддержки материальной, просто невозможно и нереально. Планы грандиозные, в планах строительства, открытия новых объектов. Но главное, чтобы застройщики выполняли свои обязательства, строк, а мы как бы уже учебный процесс организуем. Важной частью отчета главы стали вопросы развития здравоохранения. Он рассказал об открытии новых поликлиник, поддержке медицинских кадров, развитии скорой помощи. В прошлом году мы открыли больницу в Молоково. Новейшее и просторное здание, оснащенное современной техникой, рассчитано на 100 посещений в смену. 15 коек дневного стационара и 36 круглосуточного. Начало работу новое отделение Видновского перинатального центра на 56 коек. А в 2019 году дополнительно откроем поликлинику в Зеленых аллеях, проекты, мощность которой рассчитаны на 100 посещений в смену. Плановое завершение работ четвертый квартал этого года. Не обошел глава и вопросы экологии, реализации спортивных и культурных программ. При этом он отметил, что огромную помощь в работе муниципалитета оказывают неравнодушные граждане. Ситуация в стране, что в приоритетах всегда экономика, здравоохранение. Но не надо забывать, соответственно, об общественных, молодежных направлениях, вообще о социальных коммуникациях как таковых. С гражданским обществом, с активностью жителей и с молодежной политикой в Валентинском районе все хорошо. Глава подвел итоги деятельности и в сфере ЖКХ и благоустройства. В 2018 году свой облик изменили 15 дворов, было оборудовано 730 парковочных мест. В районе подходит к завершению губернаторская программа «Мой подъезд», в ходе которой в прошлом году на условиях софинансирования было отремонтировано 465 подъездов в 157 домах. До конца года в Ленинском районе мы планируем привести в порядок еще 232 подъезда. Также в районе реализуется проект «Светлый город». Стоит отметить, что подавляющее большинство работ в сфере благоустройства проходит под личным контролем главы муниципалитета. Внимание главы, безусловно, помогает. Оно стимулирует и нас, как работников исполнительной власти, и законодательной власти, в том числе и на местах, в поселениях. Также, в общем-то, оно, конечно, дисциплинирует и исполнители, и коммерческие структуры, и другие бюджетные учреждения, в том числе и на выполнение работ. Конечно, авторитет главы помогает в этих вопросах существенно. Не только о достижениях, но и о проблемах говорил глава муниципалитета, и одна из них – транспортная. Он рассказал, что уже в этом году начнется строительство нескольких новых магистралей. Будет реконструировано Старо-Каширское шоссе и построен выезд 6 микрорайона. Как мы знаем, это один из плотно населенных микрорайонов города Видное. В сентябре этого года мы должны приступить к строительству выезда из микрорайона Зеленой аллеи. По проекту у нас появится дорога протяженностью почти в 2 километра, которая связывает город, трассу Дон и примыкает к МКАДу. Валерий Венцель отметил, что все, что делается в районе, было бы невозможно без активного участия органов местного самоуправления и стабильной работы муниципальной власти. Учитывая, что наш глава района Валерий Николаевич Венцель, он не один год был председателем совета депутатов Ленинского района, то есть знает не понаслышке чаяния и саму непосредственно работу депутатов, я думаю, что как раз вот этот тандем у нас сейчас и сложился. И конструктивный диалог есть, и есть единая сплоченная команда, которая позволяет нам ставить перед собой определенные задачи и их выполнять. В заключении выступления глава муниципалитета поблагодарил за помощь в работе губернатора и правительства Московской области, депутатов всех уровней, руководителей территориальных, федеральных и региональных органов исполнительной власти. Пять лет – это время, когда можно увидеть результат, когда отдельные маленькие шаги, объединенные общей стратегией, создадут волну позитивных перемен, когда открытость власти, сбалансированная градостроительная политика, новые стандарты благоустройства и медицины войдут в нашу жизнь и станут нормой. Традиционно по окончании мероприятия было проведено награждение граждан района, оказавших значительный вклад в развитие социальной, культурной и экономической жизни муниципалитета. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ. О днем ранее глава Ленинского района Валерий Венцель отчитался о проделанной работе перед народными избранниками. В начале своего выступления он подчеркнул, что прежде всего руководствовался в своей деятельности майскими указами президента России Владимира Путина и поручениями губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основными направлениями в нашей работе являлись, естественно, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест, обеспечение доступности дошкольного образования, медицинского обслуживания, поддержки педагогов, врачей, ветеранов, других льготников, создание условий для занятия физической культурой, спортом. Эти вопросы являлись приоритетными в нашей работе. С января 2019 года в рейтинге эффективности муниципалитетов Ленинский район переместился с 33-го места на 20-е и вошел в так называемую «зеленую зону». Район сильный за счет своих сильных поселений. В прошлом году мы построили пять детских садов, четыре из них открыли и приняли на 1700 детей больше, чем в 2017 году. Важно, что в рамках исполнения майского указа президента в садах-новостройках 225 мест было открыто для детей от двух до трех лет. В этом году строительство социальных объектов продолжится. Также планируется обновление транспортной инфраструктуры. К 90-летию Ленинского района разрабатываются планы по благоустройству центральной части города. Возрастут также и расходы бюджета на социальную поддержку льготных категорий населения. В минувшем году в одном только поселении Володарской они выросли с 800 тысяч до миллиона с лишним. Я хочу признать деятельность главы Ленинского муниципального района и администрации Ленинского муниципального района по итогам работы в 2018 год. Удовлетворительно. Спасибо. К другим новостям. В школе номер один города Видное провели конференцию по профориентации для старшеклассников. Среди гостей представители бизнеса Ленинского района и педагоги профильных вузов. Кем мечтает стать нынешняя молодежь, узнаем далее. Никаких космонавтов и физиков-ядерщиков. Сегодня старшеклассники мечтают о свободе и финансовой независимости. Мое поколение считает, что бизнес – это будущее, поскольку у нас очень много возможностей для развития бизнеса. Сейчас молодежь не хочет работать на каких-то работодателей, а хочет именно самостоятельно развиваться и двигаться самостоятельно. Бизнес так бизнес – решили педагоги первой школы и пригласили на встречу с ребятами тех, кто успешен в этой сфере деятельности. Сегодня будут представители торгово-промышленной палаты – Арапов Максим Олегович и Рымша Владислав Валерьевич. Максим Орапов в бизнес попал не сразу. Первоначально он хотел найти себя в искусстве, даже окончил институт культуры, но положил диплом на полку и начал все с самого начала. Вместе с коллегой мы организовали ложку, нашли финансы небольшие и начинали с небольшого кафе. Торговали, сами были там и барменами, и официантами, иногда и повымыли. Он уверен, для того, чтобы быть успешным в бизнесе, специальное образование необходимо. Поэтому и сам впоследствии отучился на экономиста и сейчас привел с собой представителей двух профильных вузов – РГУ имени Косыгина и Московского социально-экономического института. Системное мышление и у предпринимателя присутствует, причем в очень такой серьезной мере. Но менеджер – это всегда системное мышление, это движение вперед. В дальнейшем такие встречи в первой школе планируют проводить постоянно. Следующими героями будут дизайнеры. Михаил Решетов, Владимир Бижон, Ахвелена Кошлева, Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное состоялся конкурс среди юных пианистов – музыкальный калейдоскоп. Каждый из участников, а их более 40, подготовили программу из трех произведений, оценку которым давала компетентная жюри. Наша съемочная группа побывала на этом мероприятии. Анастасия Воронина расскажет подробнее. Ежегодный школьный конкурс юных пианистов – музыкальный калейдоскоп – является некой подготовкой к районному. На малой сцене Дыши и города Видное ученики обыгрывают свою подготовленную программу, привыкают к инструменту, перебарывают волнение, а также получают необходимые наставления педагогов. В последнее время, конечно, отмечается интерес к этим выступлениям. То есть и дети, и родители, они с удовольствием участвуют в данных мероприятиях и повышается профессиональный уровень. Этого мы не скрываем, поэтому мы будем дальше работать в этом направлении. Нам это очень радостно и очень приятно. Члены жюри оценивали ребят как профессионалов и поблажек никому не делали. Им важно было качество исполнения, музыкальная выразительность, виртуозность, сложность произведения, а также артистизм юных пианистов. Главное, чтобы он понимал суть произведения, его художественные значения и передал то настроение в музыке, и то уверенность, то самостоятельность, и то яркость исполнения. Программа у всех была очень разнообразная. На конкурсе звучали произведения Грига, Чайковского, Сверидова, Рахманинова. Ученица пятого класса Анна Трифилова, несмотря на то, что выбрала со своим педагогом непростой репертуар, достойно с ним справилась. Я готовилась достаточно много, то есть в медленном темпе, каждый день по три часа, по четыре. Аня поразила жюри своей чувственной игрой и внутренней наполненностью, чего так не хватало многим другим участникам. Возможно, что в скором времени кто-то из учеников детской школы искусств города Видное станет великим пианистом. А пока все победители внутришкольного конкурса выступят на районном, который состоится уже в эту субботу. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ. «А ну-ка, парни!» – так назывался концерт, состоявшийся в детской школе искусств поселка Развилка. Творческий вечер был посвящен уже прошедшему Дню Защитника Отечества. В ходе мероприятия юные воспитанники играли на музыкальных инструментах и пели песни. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. В детской школе искусств поселка Развилка проходит творческий концерт, посвященный Дню Защитника Отечества «А ну-ка, парни!» Задорному призыву в начале концерта участники старались соответствовать с самого начала. На сцене выступали ребята, которые хорошо владеют музыкальными инструментами. Они играли на гитаре, фортепиано или, как Артем Тагиев, на аккордеоне. В музыкальной школе он занимается уже шесть лет. За это время юноша вывел свою систему подготовки к творческим выступлениям. Для того, чтобы хорошо играть, нужно заниматься по два часа в день, как минимум. Я занимаюсь три часа в день. И обязательно это надо делать каждый день, иначе начнет забываться. Если рассуждать так, то я занимаюсь как раз каждый день. Зрители творческого вечера – это и друзья, и родственники, для которых выступление участников – повод для гордости. Анфиса Артихова занимается в школе искусств всего год. В концертах она пока не участвует, но всегда поддерживает своих новых друзей из хорового коллектива. Мне концерт очень понравился. На нем выступало много моих друзей. Это, в принципе, хор мальчиков. Всех я их там знаю. Мы как бы вместе ходим на хор на старший. Мне очень понравился, как выступил старший хор мальчиков. Потом мне понравился дуэт аккордеон и фортепиано. Это тоже мои друзья Артем и Максим очень хорошо сыграли, я считаю. В Развилковской школе искусств «А ну-ка, парни» проходит уже третий год подряд. Каждый раз это небольшой, но душевный творческий вечер, который не утомляет долгим присутствием в зале, а радует песнями и мелодиями в исполнении юных учеников. По словам организатора, концерт стал доброй традицией, а названия кроют в себе разные трактовки. Призыв этот, ну, скорее отстоять, может быть, и честь школы, и свою честь, представить свои умения, навыки, создать настроение. Вот такой призыв. Творческий вечер, посвященный Дню защитника Отечества, прошел под красивые песни и приятные мелодии воспитанников Развилковской школы искусств. И пусть дети выступили на несколько дней позже самого праздника, тем самым они только продлили ощущение торжества. Арсений Рогозянский, Николай Карбанов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Видновском детском саду номер 39 «Ромашка» прошел пятый турнир «Золотая шашка». 18 финалистов из старших и подготовительных групп сошлись в решающем поединке. Страсти кипели нешуточные. Следила за турниром и наша съемочная группа. Мероприятие началось в торжественной части. Тут были и танцы, и песни, и даже театрализованные представления. Прозвучало много теплых слов в адрес сотрудников и воспитанников детского сада. Я думаю, что обязательно кто-то из ребят будет защищать честь нашей страны впоследствии и на международных турнирах. Среди выступающих были полуфиналисты шашечного турнира, которые, увы, не смогли пройти в финал. Для них подготовили поощрительные призы и грамоты. Но все, конечно, с нетерпением ждали, когда же начнется большая игра. И вот, наконец, после жеребьевки игроки смогли занять свои места у шахматных досок. Выбирайте. Белое. Перевернули. Перевернули. Все должно быть по-честному. В зале присутствовали помимо жюри и родители, но подсказки были строго запрещены. Мама и папа волновались не меньше детей. Кристина Корчагина уже во второй раз участвует в турнире. Правда, в прошлом году дойти до финала, увы, не смогла. Зато в этом все получилось. Без год, в общем-то, тренировались, сыграли каждый вечер. Нам это понравилось. А почему ты любишь играть в шашки? Расскажи. Потому что я всех выигрываю. Страсти кипели не шуточные. Финалисты выбывали из игры один за другим. Кто-то отнесся к своему поражению философски, а кто-то очень расстроился. В спорте не бывает спокойно. Уже произошел претендент. Девочка готовилась, лидировала, вела инициативу, потом пару ходов пропустила и проиграла в результате. Слезы, эмоции. В спорте всегда кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Надо к этому тоже быть готовым. Не удержался и сел на место выбывшего игрока и помощник депутата Владимира Жука Александр Серов. Мне от всей души понравилось. Я принял даже участие здесь с участником соревнований Артемом. Вот доска. Ребята очень сильные и очень хорошо подготовленные. Как оказалось, и сама заведующая детским садом, когда-то, будучи ученицей четвертого класса, легко обыгрывала восьмиклассников. Именно эта любовь к шашкам подтолкнула ее пять лет назад организовать первый турнир. Общаюсь с родителями детей, которые уже не посещают детский сад. И родители мне говорят большое спасибо за то, что мы обучили играть детей в шашкам. И теперь дети занимают призовые места уже в Московской области не только в турнирах по шашкам, но и по шахматам. Уже в пятый раз в детском саду «Ромашка» прошел турнир «Золотая шашка». А сейчас победители получат заслуженные награды. Встречаем наших финалистов победителей. Уставшие, но счастливые победители были награждены грамотами, золотыми, серебряными и бронзовыми медалями и памятными подарками. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошлева, ВИДНЭТВ. И в заключении выпуска традиционно о прогнозах синоптиков. Они предсказывают, что завтра, 1 марта, несмотря на наступление календарной весны, с утра и до самого вечера небо будет скрыто за облаками. Утренний мелкий снег днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера. Зима не даром злится. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»